В начале встречи Бухаров претендовал на то, чтобы я назначил 11-метровый удар, но здесь просто единоборство, просто борьба, я думаю, скажу вправ, что не поставил на точку. Хорошо играет после удара Калачева Роман Герус, и вот так счет был открыт на 11-й минуте. Сулу, конечно, сыграл крайне неудачно, и в результате оборона не успела перестроиться, Каламецев на свой счет записал голевую передачу, а забил Януш гол на 11-й минуте. В целом, если брать игру, она была равной, да, может быть, все-таки как-то пытался более инициативно играть Ростов, но Амкаров очень организованная и грамотная, касается не только защиты, но и всей команды в целом, оборонялся, не забывал и контратаковать. Первский клуб, наверное, вот это мячей еще во многом закономерно. Борисовщик Ростов, на мой взгляд, сегодня на победу не наиграл. Ростов свой мяч забил ближе к концу первого тайма, Кухаров заработал 11-метровый удар, но там грубейшую ошибку допустил Януш гол, покатил мяч назад, этим подарком воспользовался Кухаров. Случился контакт с голкипером, он упал, Амкаров назначил 11-метровый удар, сейчас мы это с вами обязательно увидим. В общем, был эпизод, когда Григорьев замыкал дальнюю штангу, Кулачев нашел его своей передачей, но попасть в цель вообще не получилось, потому что удар был совершенно не сильный, бронтарь спокойно забрал мяч. Кулачев мог отличиться, когда он пил штрафной, неплохо закрутил поверх стенки, но не попал в верхний угол. И вот чудовищная ошибка Яна Шегола, и вот момент, когда случился контакт, и, наверное, все-таки были основания, у Маскалева назначил пенальти. Хотя я прекрасно понимаю Геруса, он не хотел нарушать правила, может быть, даже он и успел чуть раньше, нежели Кухаров, сыграть в мяч, но в динамике этот эпизод смотрелся как 11-метровый удар, и пенальти был реализован Кухаров. Во втором тайме команды не забили, было несколько моментов как у одних, так и у других, но, по большому счету, моментов было немного. В результате ничья 1-1 в стартовом матче 15-го турчика от России, который только-только завершился в Ростове-на-Дону на стадионе 1-2. В заключении, ваш комментатор Владислав Батурин по традиции благодарит коллег за проделанную работу. Вас, уважаемые зрители, за внимание. Продолжайте следить за матчами 15-го турчика от России по футболу на канале «Наш футбол». Завтра продолжение следует. Счастливо! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова